Всем привет и добро пожаловать на подкаст Русущественники. Мой сегодняшний гость глава норвезского Баренцева секретариата Ларс Георгий Фордал. Добро пожаловать. Спасибо. Всем добрый день. Да. Сначала я хотел бы спросить, почему вы сами выбрали работать в России? А где вы изучали русский язык? Ну, на самом деле это было немножко случайно, потому что я собрался изучать историю. Это было в университете Трумса. И там была такая, как сказать, совместная учеба история и русский язык. И поэтому я был немножко любопытный и решил попробовать изучать русский язык. И вот так это началось. И сначала была много грамматика, но после нескольких месяцев мы были на обмен студентов в Петербурге. И там я узнал, что это было гораздо проще так изучать язык. И поэтому со временем я был старшером в Минске. И после этого я работал тоже в Москве и в Мурманске. Да, и после Мурманске вы начали работать в Киркене, в секретаре, да? В 16-м году я начал работать в Баренцевом секретарете, да. Ну, расскажи-то о Баренцевом секретаре. Как все началось? Чем занимается секретарет? Ну, я тогда начинаю с начала. Это было в 93-м году. Норвежский министр иностранных дел тогда, господин Турвалд Солфмэк, он говорил со своими коллегами, министрами иностранных дел из Норвегии, России, Финляндии и Швеции. И они подписали такой договор, называется Киркеневская декларация, о том, что с 93-го года эти все четыре страны хотят работать вместе и развивать северные регионы, и что это называется Баренцевая региона. И после этого, особенно между Норвегией и Россией, развивалось так сотрудничество, что открылось Норвежское генеральное консульство в Мурманске, в Петербурге, и Российское генеральное консульство в Киркенесе, и осенью 93-го года открылось в Норвежске Баренцевом секретаре. И наш Баренцевый секретарь, наша, как сказать, ну, моя организация, которая руководит три губернии Норвежки, значит, Норван, Трумс и Финльмарк, это наш, ну, хозяин. Ну, а наши средства мы получаем от Норвежского министерства иностранных дел. И у нас одна задача, это развивать Норвежско-российское сотрудничество в Баренцевом регионе. И мы это делаем через поддержку проектов между современной Норвежской и российскими людьми из Баренцевого региона. А какие проекты вы реализировали, например, и какие вы сами гордимся? Ну, это очень много, во-первых, потому что это примерно 200 проектов каждый год. И это очень много из, как сказать, спортивных проектов, культура и образование. Очень много разных проектов. Один очень хороший проект, это называется «Баренцгеймс». Это спортивная, ну, можно так назвать, это маленький олимпиад для Баренцевого региона. Это для молодежи между 15 и 25 лет. И у них, как сказать, конкуренции примерно 15 видов спорта. Зимой это на лыжи, это на колках, это разные виды спорта. И летом это тоже, это каждый год, но меняется. В этом году летом было Баренцгеймс в Мурманске. И зимой будут зимние игры «Винтергеймс» в Фринляндии. Это очень позитивный проект, я считаю. Это потому, что, ну, во-первых, молодежь участвует в спортивные игры вместе, но тоже, может быть, даже еще интереснее, что это спортивные клубы и добровольцы, которые вместе все это организуют. Поэтому это очень много дает, как бы, общие опыти и, ну, развивает то, что происходит. И я думаю, что тут все эти проекты, может быть, самое важное, что это больше всего актуальные вопросы, которые интересуют люди на севере. И они вместе решают какие-то вопросы, которые в их обычной жизни, ну, о чем они думают каждый день. И они встретятся и решают то, что надо делать, или то, что интересуют именно их регионы. И я думаю, что именно это очень важно. Да. А как сотрудничество с российскими властями прямо сейчас? Я не слышу. Что? А, окей, я вас не слышал. Вы можете повторить? А, да, конечно. Да, 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 извини. Как сотрудничество с российскими властями прямо сейчас? Сложно из-за санкций? На самом деле, санкции, это, ну, прямо Баренцевое сотрудничество, не трое. Конечно, да, это много значит для сотрудничества с бизнесом. Ну, то, что мы делаем, на самом деле, это не связано с, или санкции не трогают Баренцевое проекте, потому что, в общем, это спорт, культура и образование, и коренных народов, и активность, в общем, он растет. Но надо сказать, что именно бизнесовые проекти, это немножко тяжело, это тяжелее, чем другие. И мы работаем, чтобы в те рамки, которые есть, идут тоже проекты, связанные с бизнесом. Но мы, как сказать, санкции или нет санкций, мы работаем с теми рамками, которые у нас есть, и поэтому нам видно, что диалог между, например, Мурманской областью и Химмарк в Кыльке очень хороший, и не могу сказать, что этот диалог менялся после санкций и что-то, но это более, я бы сказал, на национальный уровень, между, например, Министерством иностранных дел Норвегией и Россией, ну, я бы сказал, между столицами, между условиями Москва, между Мурманск, Архангельск, Трумс и Тейкенец, все осталось то же самое. А, да, но в принципе мало изменилось на севере. Да, и на самом деле, когда мы смотрим на наши проекты, мы, но видно, что после 2014 года все продолжает, и даже немножко вырос количество совместных проектов. Поэтому я думаю, что на самом деле, я думаю, что то, что у нас есть, много общих вопросов на севере, мы работаем вместе, чтобы их решать, и это, на самом деле, дает нам немножко, как сказать, даже улучшает потенциал, чтобы совместы говорили больше вместе. И я думаю, что очень важный символ на это, это именно то, что было такое точечственное, как сказать, празднование 75-летия о завобождении Финн-Марка с гостями из, ну, с Норвежским королем, с премиером министром, с господином иностранных дел, господином Лавровым, и нашим норвежским, министром иностранных дел в октябре этого года. Я думаю, что такие, это очень показательный фактор, показывает, что на севере, это тут хорошее соседство, и это хорошее соседство, это улучшает и ближает тоже столицу. Я думаю, что это так. Да. Ну, это интересно, как вы сказали, что как отношения между этими странами стали сильными, сильными, или, как вы сказали, что после санкций, можно сказать. Ну, это мне кажется, я думаю, что это немножко странно, потому что многие думают, что это наоборот, но может быть, просто это потому, что люди боятся, что границы будут сокровать, например, и поэтому многие думают, что это важно, что сотрудничество продолжается, можно сказать. я думаю, что многие на самом деле больше хотят развивать свой проект и видят, что в соседнем городе, который на самом деле другая страна, это ну, им видно, что это другой город, другая страна, люди все из севера, и это тоже важный факт, что у них, у людей, которые там живут, в северной Норвегии или северной России, очень много общего есть, они на самом деле довольно похожи, но, конечно, не говорят на одном языке, но, кроме этого, есть многие общие интересы, и поэтому я думаю, что это как бы логично, чтобы много всего делали вместе. Да, потому что мне кажется, что когда я работаю, работал в Мурманске как стажером в окончательстве, да, это я часто я встретил многих северных норвегцев там, и, конечно, там всегда много северных норвегцев, ну, да, иногда, но некоторые живут, некоторые просто как посетил горы, горы, Мурманске, и, ну, это интересно видеть такие близкие отношения между этими странами, поэтому мне кажется, что у северной Норвегии и северной Россией у них очень близкие отношения, ближе, чем отношения между между Норвегией и Россией, вообще, особенно люди из южной Норвегии, как я, я из западной Норвегии, и мне, и мы чуть-чуть боимся Норвегии, или как, ну, я не, я не боюсь, но это, ну, в принципе, как вообще в южной Норвегии, это мы чуть-чуть бояться, потому что это другая ситуация, можно сказать. Да, я думаю, что, ну, как сказать, это тоже много, ну, можно просто смотреть на карте, и ловисно, что люди, которые живут ну, например, в Кейгенесе, это 15 минут от России, и, конечно, было бы странно, если они часто бывали в России, например, или встретили людей, которые, да, которые родом из России, и тоже в Кейгенесе почти 10% жителей из России, или у них есть родители из России, и, конечно, если ты живешь гораздо дальше от России, ты не думаешь об этом, это не, ну, это ничего, как бы, которое ты встретишь в обычной жизни, и я думаю, что, да, это, как бы, логично, что не, как бы, развиваешь такое отношение и тоже тут, я думаю, что очень важно, что есть общая история с Второй мировой войной, и, ну, в ЦВН-Нарвегии у всех есть родственники, которые, ну, конечно, во всей Нарвегии все помнят про войну, или есть родственники, которые помнят о войне, но в ЦВН-Нарвегии тоже, то, что российские солдаты советские пришли, как бы, спасли и уехали, и это, ну, я думаю, важный такой фактор. И да, если ты в другом регионе живешь, нет причин, чтобы, как бы, думать о то, что Нарвегии есть общая граница с Россией. Ну да, и другая тема. Ну, расскажите о ваших офисах в России. Почему именно в Мурманске, в Архангельске и Нарьянмаре? Ну, Баритсвей регион это как бы Мурманско, Архангельск и немец, и Коми, и Карелия, и поэтому у нас офисы в этом городе. И что мы делаем? Нарьянмаре, например, это не самый центральный больцевый регион, надо сказать, но там у нас есть один человек, это очень важный офис, потому что сотрудничество, особенно между украинные народы, между немецами и цами, это разные народы, но интересно смотреть, что у них есть довольно похожие традиции, например, по поводу, если говорят, о оленоводстве, например, есть сотрудничество учебы оленоводов и много всего. И наши офисы в России, они там, чтобы и российские организации, и норвежские могли найти партнеры для сотрудничества. Поэтому, например, футбольный клуб Архангельске, они могут прийти в наш офис и узнать, есть ли какой-то футбольный клуб, например, Трумс или Будда, которые могут с нами тренировать вместе, например. И тоже наоборот, кто-то из Норвегии спрашивает о нашем офисе в Мурманск или Архангельске, есть ли тут музыкальные колледж, которые могут делать концерт вместе с Норвежьми. Поэтому, это как бы первый шаг, чтобы нашлись партнеры и где есть общие интересы. И вокруг этого все часто очень практические вопросы, как делать все правильно с визами, как отправить заявление на гранте и что требуется и так далее. Поэтому мы стараемся бить максимально открытие и чтобы было у нас просто начинать совместные проекты. Поэтому мы много информируем, что надо делать в России и на рынке, чтобы начать такой проект. Да. Ну, в принципе, это так просто. Если бы я имел идею, что я или как если бы я как лидер команды баскетбола, например, в Трумсе, например, это мне нужно просто послять письмо к нам и вам и а вы найдете партнера для меня. Да. Это мы стараемся найти партнеры и когда есть партнеры это руководитель проекта. Это важно сказать, что это как бы важно, чтобы есть какая-то идея. И с информацией мы поможем. Но если есть идея, что хотят играть в тренироваться, мы можем связывать эти клубы вместе и новый клуб может задать нам заявление. Все и тоже все у нас через сайт www.barins.no есть примеры типичных проектов и все наши контакты. Да. А вы расскажите немножко о офисах в... Вы уже рассказывали про офисы в Найанмаре. Но немножко расскажите про офисы в мурмански в Архангельске? Ну, в Архангельске у нас там три человека и это на самом деле наш главный офис в России и они очень активно работают вместе с университетом в Архангельске. Университет в Архангельске есть очень хорошее сотрудничество с университетом в Трумсу Норожеский Архангельске университет. И очень хорошие сотрудничества было много лет между городами Архангельск и Вальда в Северной Норвегии. У них тоже общая история с поморской торговли. Ну, поэтому очень много всего очень активно и много культурные проекти между Архангельске памятки и Трумсу, например. И в Мурманске на самом деле работа довольно похожа, только в Мурманске другой город. И, конечно, тут можно сказать больше сотрудничества с городами, которые ближе. Киркенецк, например, три часа на мошене в Мурманске. много всего и много проектов вместе. И найдут партнерей. Тоже интересово в Мурманске есть. Норвежско-российская общая школа, где десять норвежцев и десять русских идут вместе один год на школу на норвежске в Идрегонде школе. Колледж. Да, колледж. И много разных проектов. Именно сейчас мы были на встрече с спортивным отделом Мурманской области чтобы организовать личную дружбу это уникальная личная гонка которая идет в пограничные соны между Норвежей Россией и Финляндией. Это было почти каждый год больше 25 лет. Поэтому очень много разных проектов и в Мурманске и в Архангельске и Ненец в нашей области они помогут найти партнера и тоже могут делать как бы программу для встречи или помогут найти с кем встречи так можно сказать. Ну хорошо и последний вопрос если бы я хотел подать заявку на проект что я буду делать если кому-то слушать этот подкаст будет интересно. во-первых доброго пожаловать и очень важно что у нас есть не очень сложные но есть пару формальных шагов это должен быть партнер из Норвегии значит губернии Норвегии Тромс или Финмарк и именно этой организации надо подать заявление вместе с российским партнером и все это можно подать через наш сайт Баринс точка ну и там все информация значит все они новейший партнер и российский партнер и идея и все можно подать через сайт ну хорошо думаю что это все спасибо огромное что вы приходили на подкаст спасибо вам очень интересно я надеюсь что многие которые слушали этот слушали этот подкаст может быть интересно начать другой проект с норвецами или российскими да надеюсь что все будет хорошо да и спасибо за вашу работу на севере спасибо большое да ну хорошо до свидания до свидания кто мед да так надо